Честно говоря, поражает, что эти места существуют на самом деле. Но человечество постепенно обрастает мусором. И хотя фантазии авторов мультфильма «Валли» о том, как наша планета из-за него превратилась в одну огромную свалку, пока так и остаются вымыслом, мусора на Земле становится все больше. Но мусор мусору рознь. И если кучей обычного бытового мусора – дело обыденное, то в специализированные хранилища некоторых вещей верится с трудом. Однако они существуют. Чернобыль – отстойник зараженной техники. Все знают о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Многие в курсе, какие усилия были приложены к ликвидации последствий и сколько человеческих и иных ресурсов задействовано. Но мало кто задумывался о том, что же стало с техникой, с помощью которой боролись с последствиями катастрофы. Часть ее – наиболее зараженную или закопали в могильниках, или же даже положили в основу саркофага, которым накрыта пораженная часть АЭС. Однако большая часть машин и вертолетов до недавнего времени стояла десятилетиями в специальном отстойнике недалеко от украинского села Рассоха. Огромное поле, уставленное машинами, производит удручающее впечатление. Или производило. Некоторые источники утверждают, что техника уже утилизирована. Однако фотографии на Google Maps показывают, что свалка все еще существует. Великая американская свалка шин. В 1950-х годах некий американец по имени Эд Филбин решил, что рано или поздно старые покрышки будут стоить серьезных денег, и принялся их коллекционировать. За примерно 30 лет он собрал около 42 миллионов старых шин. Все они валялись в одной большой куче недалеко от шоссе номер 5 в Калифорнии, и никого особо не волновали. В конце 1980-х то ли Филбин устал ждать, то ли понял, что черное золото – это не про старые покрышки, и продал свои 42 миллиона шин неким частным компаниям, которые построили рядом небольшое предприятие по превращению старой резины в новую электроэнергию. Тут-то проект и привлек внимание властей. Им не понравилось, что завод начал активно сжечь резину, коптя в прямом смысле небо. Их беспокойство также вызвал тот факт, что свалка шин была неупорядочена, и любой пожар на ней грозил обернуться серьезными проблемами. Так и вышло. В конце 1989 года в свалку ударила молния, и начался пожар. Шины горели месяц, и никто с этим ничего не мог поделать. Пожарные просто не справились с огнем. В конце концов, миллионы покрышек сгорели, так и не превратившись в электроэнергию. Кладбище самолетов США Кладбище военных и гражданских самолетов в Аризоне претендует на звание самого большого авиационного некрополя в мире. Его площадь составляет 6,5 тысяч гектар, и на этой территории медленно разрушается 40 различных аппаратов космического назначения, а также свыше 4 тысяч самолетов. Появилось оно сразу после Второй мировой войны, как своеобразный музей-хранилище. Место выбрали за сухой климат и твердую почву, позволяющие хранить самолеты на неподготовленных площадках. По оценкам специалистов, общая стоимость всех объектов, находящихся на Аризонском кладбище, оценивается примерно в 35 миллиардов долларов. Гигантские залежи древесины в Швеции Ураган Гудрун, который обрушился на Северную Европу в январе 2005 года, причинил настоящие бедствия в Швеции и Дании. На эти страны пришелся основной удар стихии. Необычным последствием этого урагана стало создание самого крупного в мире хранилища поваленной древесины. Аккуратные шведы тщательно собрали большую часть обрушенных ураганом деревьев и в окрестностях города Бюхольм создали огромный склад длиною около километра, состоящий из нескольких рядов сложенных бревен. Общий объем собранной на нем древесины на пике оценивался в 75 миллионов кубометров. Утилизация деревьев началась в 2008 году и не закончена до сих пор. Кладбище гигантских кораблей Читтагонг – второй по величине город Бенгладеш и один из крупнейших портов страны Юго-Восточной Азии. А еще в его окрестностях находится знаменитое кладбище гигантских кораблей, которое ежегодно пополняется десятками новых постояльцев, просто брошенных своими владельцами. Судовладельцам хорошо, им не надо платить за утилизацию отслуживших свое кораблей. Ну а для местных жителей это судо является неиссякаемым источником заработка. С них тащат все, что можно и что нельзя, включая и элементы обшивки. Бизнес этот предельно опасный, ежегодно на свалке от несчастных случаев гибнут десятки людей. Но кого остановят подобный риск, когда есть возможность заработать? Власти делают вид, что им эта свалка не нравится, но за взятку на берегу и по сей день можно оставить буквально любой корабль и в любом состоянии. Стеклянный пляж. Самое большое хранилище маленьких стеклышек. Многие из нас детьми охотились на пляжах на маленькие разноцветные стеклышки. Кусочки разноцветного стекла, которые море и время сделали гладкими, округлыми и безопасными. Однако в США существует место, где этих стеклышек валом. Называется этот пляж в Северной Калифорнии Sea Glass Beach, а находится он рядом с Форт Браггом. Разумеется, стеклышки появились на пляже не просто так. Дело в том, что это скалистое океанское побережье в середине 20 века активно использовалось в качестве свалки. А что с ним еще делать? Купаться-то там неудобно, сплошные камни. А мусор куда-то девать надо было. Причем местные жители с этой свалкой особо не церемонились, и просто-напросто время от времени поджигали ее, чтобы освободить место для нового мусора. В один прекрасный момент власти свалку прикрыли. Оставшийся мусор или смыло в океан, или растащили птицы. А стекло? Стекло осталось. Сегодня там можно ходить босиком и собирать маленькие разноцветные и гладкие стеклышки. Что ж, это видео подошло к концу. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. А также можете нажать на колокольчик, чтобы первыми писать «Я первый в комментариях». Всем удачи, пока!